Торговый дом Аверс продавал гибрид семена разных селекционных компаний. Почему вы решили заняться именно агроплазмой? Ну, во-первых, мы же понимаем прекрасно, что продовольственная безопасность страны – это вопрос очень серьезный, тем более подписана доктрина. И согласно этой доктрине, значит, взят курс на развитие отечественной селекции семеноводства. Компания Агроплазма, на наш взгляд, одна из ведущих компаний сегодня российских, с очень большой перспективой. Очень интересный коллектив. Молодой, талантливый, руководитель Николай Иванович Бенко, человек, посвятивший этому, посвятивший науке и селекции достаточно большую часть своей жизни. Значит, серьезная материальная база по агроплазму. Мы были на заводе, видели, как семена готовятся. Значит, мы видели селекцию вонной участки. Экскурсию там нас проводили. То есть, и нас, естественно, все это устроило. Но еще стоит отметить, большое внимание уделяется обработке семян. Качество семян действительно премиальное. Сравнивая даже с ведущими мировыми компаниями, я вам хочу сказать, что Агроплазма даст форум. Вот так. У них существует своя технология, Arma 5 называется. Значит, да, в протравку ходят различные, там, помимо фунгицидов и инсектицидов, еще ходят, значит, комплекс микроэлементов, аминокислот, гормональных препаратов, плюс вспомогательные вещества, я так понимаю, там и тальк, и еще что-то. То есть, семена даже не столько протравленные, сколько слегка инпульстированные даже получаются. А тут вот есть очень важный момент, касаемо пропашных культур, да, вот подсолнечник, особенно, если взять. Подсолнечник очень чувствителен к качеству сева. То есть, расстановка семян очень важна. А чтобы семена хорошо расставить, особенно гневматическими северками, должны быть семена очень хорошо отколиброваны. Тем более, когда речь идет о семенах, значит, и о гибридах технологий, там, плеопил, плеопил плюс, там, экспресс, да, то есть, такие вот гибриды. Дело в том, что обработки гербицидами этих посевов, они все привязаны к фазам. То есть, если будет хорошая всхожесть, ровные семена, ровные всходы будут, да, то есть, мы меньше получим, ну, стрессованных растений. Потому что, если всходы будут неравномерные, естественно, да, где-то там недоразвитые, где-то, наоборот, переросшие, принимать решение агроному придется по среднему какому-то значению. То есть, средние останутся растения, а те, которые отклонились от фаз, они будут, естественно, либо повреждены, либо, скажем так, в стрессе будут. Но однозначно, то есть, урожай там дадут меньше. Поэтому, вот, здесь очень такой важный момент, причем это отмечают, это не только мы увидели, там, наши менеджеры, значит, клиенты. Прям вот сразу первый момент такой, семена обработаны просто изумительно. То есть, качество подготовки семян первоклассного. Плюс генетика. На сегодняшний день, во-первых, очень хорошая линейка, да, то есть, разные технологии, там, и классическая, и экспресс, и архилд, и архилд плюс. Значит, есть выбор, пожалуйста. Значит, есть еще такая проблема у нашей российской селекции. Это генустойчивости к расе заразихи G, да, вот, G, там, G плюс, то есть, уже там. Значит, ну, российская генетика, ну, хромала, по крайней мере, буквально года 3-4 назад. Это вот прям была беда очень сильная. Значит, коллектив селекционеров агроплазмы эту проблему достаточно успешно решает. Даже там появилась линейка, орган у них называется там, значит, и с очень высокой устойчивостью к расам заразихи G, G плюс, то есть, так. Поэтому, если сравнивать, допустим, с иностранной селекцией, ну, это добротный середнячок. То есть, это понятно, что это еще не высший пилотаж, скажем так, по урожайности, но это очень добротный середнячок, тем более цены достаточно демократичные. В этом году у нас в Агросоюзе был заложен полевой опыт, там было 5 гибридов, контроль был, ну, я не буду называть компанию, но одна из ведущих мировых компаний. И я хочу сказать, что в ряд гибридов агроплазмы урожай показал, ну, пусть немножко, но больше. А затраты по семенам, там, ну, почти в 2 раза. Я думаю, что у агроплазмы очень хорошие перспективы, и на нашем рынке это будет достойная замена, ну, больше половины, наверное, импортной гибридов. Вот об этом как раз хотелось бы спросить, про достойную замену. Что вообще сейчас происходит на рынке семян? Можете ли вы сказать, что гибриды для определенных технологий, если говорить о подсолнечнике, в дефиците? Или семена гибридов с определенным фау, если говорить о кукурузе, в дефиците? Вообще народ осознает, что происходит на рынке, что пора уже покупать семена к новому сезону? Ну, прошлый год показал, что сильно медлить нельзя, если ты хочешь получить хороший семенный материал. Ну, надо же понимать, что просто так перейти от иностранной селекции на российскую, ну, не получится. То есть, должен быть какой-то переходный период по-любому. Семена надо вырастить. Вырастить, значит, тоже надо понимать, что выращивается это все либо в фермерских хозяйствах, либо это в хозяйствах покрупнее, там, в средних, крупных хозяйствах. Тем более, те участки, на которых это все выращивают, они требуют пространственной изоляции обязательной, если касается подсолнечника, да и кукурузы в том числе, рашения, то же самое. Поэтому, ну, быстро нарастить тот объем семенного материала, качественного семенного материала, ну, будет достаточно сложно. Там сейчас законы принимаются соответствующие по поводу формирования специальных селекционных зон. Вот. Я думаю, что это, там, 3-5 лет, может быть, потребуется на все на это дело. Ну, это так, чисто мое видение, субъективное. Что касается кукурузы, вот, там сложнее. Там сложнее, потому что российская генетика изначально, она была, ну, ориентирована под элеваторы, под сушку, да, видимо, так как-то так это планировалось все. Гибриды достаточно старые. Гибриды с очень низкой влагоотдачей, ну, скажем так, опять-таки, на опытах, производственных опытах в Агросоюзе в этом году. То есть, ну, отечественные гибриды, конечно, себя показали, ну, очень плохо. Очень плохо там, и с отдачей влаги было, и урожая там в половину меньше. Ну, в общем, там небольшая линейка была, там 6 гибридов было, но гибриды достаточно распространенные. Поэтому я думаю, что работать селекционерами будут активно в этом плане, и достаточно быстро это все восстановят. Тем более, по весне была конференция в Москве, вот, и Николай Иванович выступал там с докладом, и, ну, немножко так нас обрадовал тем, что уже вот-вот-вот будут гибриды мирового уровня. И по урожайности, и по влагодаче, и устойчивости к заболеваниям. Вот, поэтому прогнозы, ну, оптимистичные, сразу скажу, но немножко надо будет подождать. Как-то перетерпеть чуть-чуть, может, да, где-то там будет и снижение урожайности там в целом, ну, небольшое, по крайней мере, так. Значит, по народу, вот сейчас, допустим, фермеры, там, коллеги, все идут сейчас по накатанной, да, то есть привыкли уже, ну, десятилетия работали с иностранной селекцией, прекрасно ее знают, понимают. Перестраиваться всегда тяжело, какой-то переходный период, какая-то ломка стереотипов будет, к чему-то придется привыкать, как-то, значит, перестраивать технологию. Естественно, там потребуется какой-то период. Ну, да, вот, что касается рынка, ну, тот топ, который был там, да, с весны оставались, там, часть гибридов, которые достаточно поздновато пришли, они уже проданы, там, и подсолнечник, и кукуруза. То, что здесь выращивается, значит, тоже, как бы, ну, достаточно, достаточно большие заявки, но надо понимать, что иностранная селекция, она вся зависит от курса доллара. Да, доллар поднимется, курс меняется, естественно, меняется цена. Поэтому, естественно, есть смысл двигаться в сторону российской селекции, это нужно делать. Да, понятно, что там и выбор, как бы, ну, так сказать, не очень пока, но, тем не менее, мы видим перспективы в развитии российского семеноводства, и все делается и нашим правительством, значит, и селекционерами, наукой, то есть, все к этому идет. И вот вопрос, скажем так, он настолько актуальный, и актуальный он был еще лет 20, там, 30 тому назад. Ну, видно, что вы душой болеете за отечественную селекцию, но все-таки же вы бизнесмен, и когда вы сотрудничаете с селекционной... Тут момент какой, тут все очень просто. Мы вот, допустим, сейчас, уже второй год работаем с агроплазмой, да, то есть, мы расширяем объемы продаж. В этом году начали сотрудничать с Первомайской опытной селекционной станцией по сахарной свеклы. И у нас появится, ну, мы так планируем, что появится в продаже в этом году наш гибрид сахарной свеклы «Престиж». Вот, то есть, будет небольшая партия, там, порядка двух тысяч посевных, но уже, то есть, и, как бы, мы заинтересованы, чтобы в это сотрудничество развивалось. На самом деле, проблем с импортом сейчас достаточно много, потому что логистические вот эти моменты, да, накладывают очень серьезный печаток. Значит, качество семян. Вот, есть интересный такой момент, простой и очень доступный, но всем прекрасно понимаем, что импортные семена, они заходят по весу, да, то есть, таможня пропускает по весу, там есть, значит, свои тарифы на массу, а продается в посевных единицах. То есть, естественно, иностранные компании заинтересованы, чтобы... Вести мелкие семена. Да, да, да. И, как бы, ничего страшного особо нет, но есть такой момент, что у нас большая часть селок, да, вот, они все, ну, либо старенькие, либо, как бы, такие простенькие, потому что современная техника высокопроизводительная и высокоинтеллектуальная, потому что там систем там масса всяких, она стоит денег, больших денег, вот, на сегодняшний день. И мелкие семена высеют целая проблема. Целая проблема. Вот. А те семена, которые здесь производятся, вот даже импортная селекция, все, это другое качество совершенно. Что вам дает уверенности в том, что вы сможете продать семена агроплазмы сельхозпроизводителям? Почему они эти семена купят? Здравый смысл. У нас очень крепкие, значит, хозяйственники сейчас, ну, остались сильнейшие, да, скажем так. Люди прекрасно считают, видят экономику. Ну, вот в прошлом году, да, я сам в Стихорецком, в Стихорецком районе работал, да, и в прошлом году мы когда подбирали, какие гибриды выбрать там на реализацию, да, там, с какой компанией работать, ну, понимание было, с какой компанией работать. Вот. Потому что видели качество, это же не первый раз мы уже закладываем семенные участки там, смотрим это все в поле непосредственно. Вот. Подбирали гибриды. И вот были приятно удивлены, что тот же Экселе, с которого мы начинали, да, но он показывался с очень хорошей стороны. То есть урожай за 40 центнеров в Стихорецком районе с масличностью там 51-52, это прекрасные показатели. То есть если пересчитать запраты на бектар, да, там, на семенной материал, и получается, что ты прекрасно зарабатываешь там. Вот. Поэтому оценник на импортный семинар, конечно, сейчас уже, ну, очень большой. Очень большой. Вот. И я думаю, что специалисты, которые занимаются в аграрном секторе, если возьмут калькулятор и начнут просчитывать, то, ну, поймут, о чем идет речь. Плюс еще есть понимание того, что, ну, самый основной момент, это все-таки государственное регулирование. Государство принимает непосредственно участие в том, чтобы отрегулировать поставки импортных семинар. То есть экспортирование там, да, и что такое. Поэтому, ну, кто ж не будет там бросать поляне засеянные. Из-за того, что там кому-то что-то там не понравилось. Поэтому это еще один из весомых факторов. Может, он основной сначала, а потом здравый смысл. Но в любом случае здравый смысл, он как бы в том, в тех... Должен быть везде. Да, 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 он тоже там присутствует. Потому что надо поддерживать свою науку. По-другому, ну, никак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!